Равный доступ для всех. Правительство поручило обеспечить доступ малого и среднего бизнеса к госзакупкам. Более 800 миллиардов рублей. Именно столько будет стоить стране план антикризисных мер. С главными новостями этого дня с вами в студии Илья Сахаров. Президент России Владимир Путин потребовал обеспечить доступ компаний малого и среднего бизнеса к государственным закупкам. Об этом он заявил на совещании с членами правительства. В целом объем госзакупок в 2015 году превысил 8 триллионов рублей, подчеркнул глава государства. В свою очередь глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев отметил, что эта сумма превышает 10% ВВП страны. По его данным в системе работают 500 тысяч поставщиков и 330 тысяч государственных и муниципальных заказчиков размещают свои заказы через эту систему. По оценке министра, с точки зрения эффективности увеличивается доверие к такой форме работы. Об этом свидетельствует увеличение числа участников торгов, несмотря на снижение экономической активности в стране. Почти полпроцента ВВП – это экономия, которая достигнута благодаря эффективности и прозрачности системы госзакупок, констатировал Алексей Улюкаев. По статистике, которую привел министр, в 2009 году заказы на сумму около 490 миллиардов рублей получили представители малого и среднего бизнеса. Таким образом, по отношению к 2014 году этот показатель вырос почти в полтора раза. Кабинет министров готовит новый план поддержки экономики. Антикризисный план правительства на текущий год будет состоять из двух блоков. В одном премьер-министр Дмитрий Медведев поручил собрать оперативные меры, в другом – стратегические, с расчетом на среднесрочную перспективу. Та версия, которая сегодня существует – это рабочая версия. Оттуда еще придется многое вычистить, вероятно, что-то добавить, подчеркнул Дмитрий Медведев. В первый блок войдут оперативные меры. Это и поддержка регионов в связи с ухудшением ситуации на рынке труда, помощь ему на городам, отдельным секторам промышленности, по которым уже проводились специальные совещания с выездом на предприятие. Во втором блоке сконцентрированы меры стратегического и идеологического характера. В частности, речь идет об упорядочении проверок, о помощи малому и среднему бизнесу, об улучшении инвестиционного климата. Кроме того, подчеркнул председатель правительства, нужно продолжить деятельность по снижению издержек, стимулированию несырьевого экспорта, развитию перспективных технологий. Первоочередные меры антикризисного плана правительство направит на поддержку регионов и моногородов, в число которых входит и Ненецкий округ. Поддержка федерального центра, безусловно, будет. Ее ощутят все субъекты страны. Недаром антикризисный план будет стоить стране более 800 миллиардов рублей. Об этом интервью нашему телеканалу рассказал депутат собрания депутатов Ненецкого округа Сергей Коткин. Правительство по поручению президента Российской Федерации подготовлен антикризисный план, поскольку мы знаем, какова ситуация в целом сложилась по Российской Федерации, по Ненецкому автономному округу. С учетом того, что бюджет как России, так и региональный бюджет наш был сформирован из расчета 50 долларов за баррель нефти, безусловно, то, что сегодня происходит, порядка 30 в целом выдерживается долларов за баррель, безусловно, все это сказывается на бюджете и России, и Ненецкому автономному округу. И в этой ситуации действительно антикризисный план подготовлен, и вчера он должен был доложен президенту Российской Федерации, на суд вынесен. 5-6 числа мы были с делегацией от Ненецкого автономного округа на Всероссийском съезде партии «Единая Россия» и выступал с докладом Дмитрия Анатольевича Медведева. Поэтому, я думаю, то, что прозвучало в докладе Дмитрия Анатольевича Медведева, это все будет в антикризисном плане, и это действительно там все есть в этом плане. Он пока еще нет, его в широком обсуждении, но что можно сказать на сегодня? Первое. Ситуация в стране действительно сложная, как сказал Дмитрий Анатольевич, но не критичная. И сегодня все делается возможным для того, чтобы удержать в целом ситуацию, потому что уже имеют место в регионах по ряду субъектов Российской Федерации ну, с задержкой по выплате заработной оплаты, даже бюджетникам, даже государственным служащим. Вот. Поэтому сегодня было очень четко обозначено, и это есть уже в антикризисном плане, что действительно мы должны сейчас экономить, мы действительно должны перейти на такой режим очень жесткой экономии, но тем не менее, в обязательном порядке, какие бы сложности ни были, задача стоит удержать те социальные меры поддержки, которые сохранены в России. Россия вообще государство социальное, и они низкий автономный округ, мы, наверное, входим в тройку по Российской Федерации по мерам социальной поддержки отдельной категории граждан. Поэтому задача стоит социалку сохранить, но обратить внимание на адресность социальной поддержки, то есть усилить поддержку тем людям, особенно вот в период такой жесткого кризиса, тем жителям России, тем жителям низкоавтономного округа, поддержка, которым необходимо, действительно необходимо. Что, в общем-то, делаем мы совместно с законодательным собранием, совместно с исполнительной властью округа. Очень важно было подчеркнуть Дмитрию Анатольевичу Медведеву по сохранению заработной платы, а по возможности еще и наращиванию по заработной платы, это образование, здравоохранение, культура, вот наши отрасли, вот эти, в обязательном порядке держать на особом контроле вот эти выплаты, в обязательном порядке поддержка многодетных семей, детей, оказавшихся в трудной ситуации. Поэтому Дмитрий Анатольевич предложил в своем докладе о том, сказал о том, что нужно поддержать многодетные семьи, это будут выделены определенные средства и немалые. И те дети, которые оказались в трудных жизненной ситуации, выезд на отдых этих детей, тоже будут выделены средства из федерального бюджета. И кроме всего этого, то, о чем я обозначил, обязательно сохранить и развитие государства, и безусловно, сохранить развитие Ненецкого автономного округа, имеется в виду строительство социальных объектов, строительство детских садов, школ. В этой связи, в антикризисном плане, предусмотрена немалая сумма, вот порядка 50 миллиардов рублей только на строительство и ремонт школ. И финансирование тех отраслей, именно хозяйственное, сельское хозяйство, автопром, для того, чтобы поддержать именно отечественных производителей. Значит, в целом, антикризисный план, насколько мне известно, он весит порядка 830, если быть точным, 827 миллиардов рублей. Из них порядка 400 миллиардов рублей, это за счет бюджета, когда деньги уже заложены, бюджет на 2016 год. Из них порядка 300 миллиардов рублей, это идет у нас на бюджетные кредиты регионам. 140 миллионов рублей планируется использовать, найти в ходе исполнения бюджета 2016 года. Порядка 40 миллиардов рублей из фонда национального благосостояния. Остальные деньги в виде секвестирования бюджета. Значит, я думаю, что по статьям мы, у нас не передача, как бы я не смогу сейчас обозначить вам четко все статьи, но, тем не менее, на мой взгляд, что особенно важно, вот в этом антикризисном плане выхвачены те отрасли, хозяйственные, которые действительно необходимы для развития экономики государства российского, для развития, естественно, не низкоавтономного, как у города в рамках уже совместной исполнительной законодательной власти. У нас есть рабочая группа, которая формирует тоже антикризисные меры. Значит, если брать общие суммы такие брать, на мой взгляд, важно то, что мы выделили, Россия выделяет правительство порядка 40 миллиардов рублей, это на локомотивный парк, потому что мы видим, какие проблемы у нас сегодня с транспортом в России. Порядка 100 миллиардов рублей будет выделено на развитие автопрома, отечественного автопрома. Выделяется средство на закупку автомобилей для скорой помощи, выделяется средство на развитие сельского хозяйства, более 20 миллиардов рублей, выделяется средство на приобретение тех лекарственных препаратов, которые сегодня у нас в продаже исчезли, и на приобретение тех препаратов, которые нужны больным, сделавшим высокотехнологичные операции, более 20 миллиардов рублей. 5 миллиардов рублей выделяется в сфере занятости, 6 миллиардов рублей выделяется на отдых детей, которые оказались в трудных жизненных ситуациях, 50 миллиардов рублей на строительство детских садов и школ. Вот эта программа, которая представлена и которая сейчас будет очень активно обсуждаться, она вынесена и в Минфине, там очень много было вопросов к этой программе, но на мой взгляд, вот те аспекты, которые в ней затронуты, те цифры, которые можно было выделить, на мой взгляд, они в какой-то степени, не в какой-то степени, а мы сможем удержать ситуацию под контролем. И вот, и в том числе в Ненинском автономном округе сегодня дефицит бюджета тоже ощутим, поскольку у нас в значительной степени бюджет формируется за счет нефтяной отрасли, вот, с учетом тех цифр, о которых мы начали с вами говорить, сегодня проблема с бюджетом очень серьезная в Ненинском автономном округе, это где-то порядка более чем уже 3,5 миллиарда, где-то 3,6 миллиарда, по моим данным, вот, мы недополучим по соглашению по разделу продукции. Бюджет уже был сформирован, поэтому, безусловно, и нам тоже нужно принимать вот такие антикризисные меры, мы вынуждены, к сожалению, пойти уже на кредит, мы берем где-то порядка 1 миллиарда рублей кредита. Мы, кстати, единственный субъект Российской Федерации, который еще этим не воспользовался, но жизнь нас заставляет сделать, вот, пойти на этот шаг для того, чтобы, вот, сохранить и социальную поддержку граждан, сохранить выплату, заработный плат и сохранить развитие округа, то, о чем уже появились роски, которые, на мой взгляд, вот, очень важные для Ненинского автономного округа, это развитие сельского хозяйства, то, что появились у наших поселок предприниматели, вот, поддержка нашего сельского хозяйства, по ряду других направлений, вот, это очень важно сохранить. В Наринмар снова пришла опасная оттепель. Опасными стали крыши и козырьки зданий. Владельцы авто и управляющие компании уже подсчитывают ущерб. Идет следствие. Причины пожара на Озерной-16 станут известны через месяц. Зима на севере. Хотите, чтобы вашу рекламу услышали и увидели на всей территории округа? С 15 января принимайте новое предложение от Ненинской ТРК. Пакет «Все включено». Цена пакета всего 20 тысяч рублей. За эти деньги вы получите возможность многократно заявить о себе сразу в «Трех СМИ». Подробности по телефону 2-17-17. Зима на севере. Очередное потепление обернулось массовым сходом снега с крыш. С многоэтажных домов то и дело скатываются глыбы снега и льда. Управляющие компании, которые неделю назад занимались уборкой снега с высотных зданий, ограждают тротуары красными лентами. Однако и эти меры не дают реальной защиты. Сидели, чай пили, потом слышим какой-то шум на улице. Пошли, посмотрели. Жена пошла к одному, а я к другому. Что увидели, то и увидели. Вот впервые за сколько тут? 6 лет живем. Впервые за 6 лет. Такой случай. Разбитое лобовое стекло и сильно поврежденный капот. Таков результат схода талого снега с крыши многоэтажного дома. При том, что автомобиль стоял далеко не под окнами. Владимир незамедлительно обратился к участковому для фиксации ДТП. До его приезда транспорт не перемещал. Все обстоятельства случая должны быть максимально достоверны. После получения протокола позвонил независимому оценщику. Он проводит фотофиксацию нанесенного ущерба. Мы передадим фотографии эксперту, вызовем еще эксперта дополнительно. Он произведет экспертизу. То есть в данном случае будет претензия выставлена на основании независимой оценки. Но также можно, если повторяю, все будет зафиксировано сотрудниками полиции. По возможности можно пригласить сотрудников управляющей компании, чтобы они тоже зафиксировали, что данные повреждения. Можно машину отремонтировать и идти уже за возмещением ущерба по фактическим расходам. С этим документом необходимо обратиться в управляющую компанию. В договоре между жильцами дома и обслуживающей организацией четко сказано о работах по содержанию крыш. Если они не выполняются, ответственность за ущерб от схода снега несут коммунальщики. В данном случае управляющая компания Коми-сервис. Экспертизы рассмотрим и выплатим в досудебном порядке. Ну, а у вас уже были случаи, что ваша управляющая компания выплачивала за ущерб какой-нибудь? Да, конечно, да. Были. Длинная 33Б была. Но это же ночью снег выпал, а утром поставили машину. Рано утром упал снег. Пришли и оттянили, выплатили. Чтобы очистить крыши от снега, управляющие компании нанимают автовышку. В городе их немного, и стоимость услуг крановщика немалая. А потому чистка крыш не зависит от количества осадков и температуры воздуха. Снег копится, и при теплой погоде угрожает автомобилям и прохожим. Тяжесть снежных масс не выдерживают и специальные ограждения, установленные на крышах многоэтажных домов. Вот эта металлическая конструкция рухнула в нескольких метрах от тротуара. По данным независимых оценщиков, от падающего снега ежегодно страдают десятки городских машин. Максимальный ущерб выплаченной управляющей компанией составил около 200 тысяч рублей. Самые массовые повреждения получают автомобили у дома на Рыбников 6Б. Благо, пока обошлось без человеческих жертв. Валентина Чибичек, Дмитрий Лукевич, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». ОТИПЕЛЬ внесла коррективы и в работу зимника. Он закрыт для всех видов транспорта. По сообщению диспетчерской службы подрядчика компании «Транзит», функционирование автодороги невозможно из-за установившейся теплой погоды. В тундре плюс 2 градуса по Цельсию. Дорожники занимаются уплотнением снежного покрова. Случаев несанкционированного выезда на трассу за последние сутки зафиксировано не было. Получить информацию о состоянии зимника можно непосредственно перед выездом по телефону 112 или по телефону диспетчерской службы подрядчика 8-911-650-40-40, а также на информационном табло в районе базы Наринмар-Дорремстрой. Водителям, выезжающим из Архангельской области для того, чтобы связаться с диспетчерской службой, необходимо набирать номер 818-53-6-44-00. Напомню, сейчас зимник Наринмар-Усинск закрыт для всех видов транспорта. Причины пожара на Озерной-16 станут известны через месяц. В течение этого времени будет проведена пожарно-техническая экспертиза и выяснены все обстоятельства происшествия. Об этом сотрудники Главного управления МЧС рассказали на встрече с журналистами. Напомню, 8 февраля в половину седьмого вечера в поселке Искатели загорелся 24-квартирный деревянный дом. Пострадали 12 квартир. Жители расселили в места временного пребывания до подготовки маневренного фонда. В начале брифинга сотрудники МЧС показали журналистам видеоролик. Он подробно показывает, как распространяется огонь по квартире и что для этого необходимо всего три минуты. Потом пламя разрастается и на тушение требуется больше усилий. Именно такая ситуация произошла в доме на Озерной-16. Когда приехали пожарные, пламя полыхало в полную силу. Не со стороны подъездов, а со стороны главного фасада здания. Сам видел, наблюдал. Было открытое горение из окон второго этажа. Мне показалось, что двух квартир пока. Потом уже было детально, что это была одна и та же квартира. Уже понятно. Но из балкона, то есть это самая крайняя комната вообще, было очень интенсивное горение. Дополнительную трудность внесли сильный ветер и особенности деревянного строения. В квартирах между стенами много пустот. Она способствует скрытому распространению огня. Кроме того, после 10 минут тушения в пожарном водоеме закончилась вода. Сбой в подаче воды вынудил пожарных экономить расходный материал. Несмотря на это, ситуацию удалось взять под контроль. Пламя не перешло на соседние дома. По истечении пожара сотрудники МЧС проводят детальный анализ действий штаба. Параллельно идёт работа отдела дознания. Она поможет выяснить причину возгорания. Уже сегодня известно, оно началось в квартире 23. В данной зоне мной производился разбор пожарного мусора, в результате которого был найден человеческий труп. Было сообщено об этом в полицию, после чего уже работала оперативно-следственная группа. Личность сгоревшего мужчины пока устанавливается. Известно, что он не был прописан в квартире 23. На месте возгорания будет проведён детальный осмотр вплоть до просеивания пепла. Это поможет выяснить причину и виновников пожара. На это потребуется не меньше месяца. Валентина Чибичик, Роман Делимарский, телеканал «Север». В Наринмаре открылась меховая выставка. Шубы из натурального меха норки, каракуля, бобра, мутона, лисы и песца. От классических моделей до эксклюзивных. Зима на Севере. Где купить подходящую шубу или шапку, меховый жилет, пальто или аксессуар из меха? На ярмарке в Вятке. Впервые в Наринмаре открылась уникальная меховая выставка верхней одежды от ведущих кировских производителей. Привлекательные цены, отличное качество изделий и гарантия производителей. Большой выбор шуб из натурального меха. Норки, каракуля, бобра, мутона, лисы и песца. От классических моделей до эксклюзивных. Молодежные для стильных девушек и классические изделия для дам постарше. Богатая цветовая гамма и широкий размерный ряд. Новая коллекция зимних женских и мужских головных уборов. Около 400 моделей. А также модные жилетки и меховые аксессуары. Рукавички, тапочки, повязки на голову. Из лучшего сырья, достойного качества. И по хорошим ценам у нас существуют различные системы оплаты, как за наличную, так и по карте. Также есть рассрочка на 6 месяцев без переплаты и без первого взноса на отдельный вид товара. И также кредит до трех лет. Кировские производители привезли одежду и для самых маленьких клиентов. Детские яркие зимние куртки, практичные комбинезоны и оригинальные шубки. Покупатели порадуют и 30-процентные скидки на обувь высокого качества фирмы «Лель». Ярмарки «Вятки» ждет вас по адресу Морской порт, торговый центр «Зима-Лето» с 10 февраля. Время работы с 11 до 18 часов. Спешите купить качественные изделия от производителей по доступным ценам. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Продолжение следует...